Здравствуйте! Дорогие друзья, с вами Савелий Тимохов, вы находитесь на канале Болгария Микс. Это видео будет про село Марково, которое находится буквально в 3-4 километрах от города Пловдив. Это село славится тем, что оно достаточно хорошо развито, одна ее часть, а другая живет, как и обычное село Болгарии. Сейчас я вам покажу и покажу, почему это село называют Пловдивским Беверли-Хиллз. Субтитры создавал DimaTorzok Погода нынче неясная, дождик льет, но нам это не мешает посмотреть на это сельцо. Обычные дома, где живут люди, болгары, а есть еще другая часть, где уже отели, четкие дома, они и здесь в этой части встречаются иногда, но все же не так часто. То есть, вот смотрите, обычное село, гараж, дома уже достаточно старые. Вот, к примеру, обычный дом, достаточно старенький, с обычным забором, с виноградиком это обязательно, вот смотрите. Ой, красота. Люблю такую тему. Маркова славится тем, что здесь самые большие выращивания винограда маврут, из которого впоследствии делают известное вино. Первые сведения об этом селе датируются еще с 15 века. Здесь, предположительно, еще был Василлевский примерно, ну, это так говорят, что он создал здесь один из своих комитетов, несколько человек. Но потом в этом комитете, короче, был предатель и сдал эту организацию. И в центре села, и в окрестностях встречается достаточно плохая дорога. Это однозначный минус, так как не так уж и часто в Болгарии это можно встретить. Очень много недостроенных домов случается и такое, как вы понимаете. Кстати говоря, я уже снимал видео про один из отелей Маркова. Я оставлю ссылку в описании, посмотрите, если вам будет интересно. Это было уже давным-давно. Но один из отелей, почему бы не посмотреть. А сейчас я нахожусь и снимаю это видео про само село Марково. Вот такой вид открывается на часть Марково, ну и, естественно, на часть Повдиво. Можно лицезреть красную черепицу, красные крыши. Все в исконно болгарском стиле. Вот, смотрите, какой хороший, ухоженный, приятный домик. И встречаются тук-тук-тук, как говорят болгары. Хорошие дома встречаются посреди обычных. И буйная листва растет посередине домов, можно посмотреть. Ой, красота, люблю эти звуки села. Естественно, лес, смотрите, какой тоже буйный такой, хороший лес. И вообще интересно здесь жить, вот на этом месте. Такие виды открываются. Птички поют. Получается, представляете, здесь огни вечером. Такая красота. Ну а мы поехали дальше. Вот можно лицезреть закрытый коттеджный поселок Вилас Парк. Выглядит он очень ухоженно, уютно, красивые домики. Такие такой хай-тек. Да не надо лаять. Но все за забором и со шлагбаумом. В общем, закрытый, отдельный, красивый коттеджный поселок. Такая коттеджная зона. Марково еще славится очень тем, тем, что здесь открываются порой очень-очень красивые виды на оповдив. Сейчас присутствует небольшой туман из-за дождя, которого было только что. Ну и достаточно пасмурно сегодня. Ну в общем, можно понять перспективу даванных видов. Смотришь на эту всю прекрасную картину из своего дома и наслаждаешься. Ну, в Марково. Там пошли дома, село. И, в общем-то говоря, это тоже все Марково внизу. Там уже хорошие, красивые дома, которые вот мы подобны тем, что мы проехали только что. В общих чертах Марково этим и славится. Маврут, дома хорошие, вид и, в общем-то, приятные люди. В общем, дорогие друзья, на этом прекрасном виде, на этом прекрасном моменте я останавливаю свое видео и говорю вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставите лайк и подпишитесь на мой канал. До скорой встречи. Пока.